К нашему эфиру присоединяется Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований ПЕНТА. Приветствуем вас в эфире, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Смотрите, сегодня должно было бы состояться заседание контактной группы «Рамштайн» с участием лидеров основных государств, участников этой группы. По известной причине, мы знаем по какой, оно отложено, перенесено, не суть в этом вопрос. На этом заседании Владимир Зеленский должен был представить план победы Украины всем лидерам государств. Как вы считаете, то, что это было сделано персонально, так сказать, тет-а-тет, Шольцем, Стармером, Мелани и Макроном, это хорошо или плохо? Дело в том, что действительно планировался другой формат. И тут я бы хотел обозначить тот момент, что этот саммит перенесен гораздо хуже было бы, если бы он состоялся без присутствия Джо Байдена, которому тоже достаточно важно в конце своей каденции выступить с отчетом и определенными стратегическими инициативами. И тот момент, что план был презентован отдельно каждому европейскому лидеру, может сыграть и в плюс. Потому что во время обмена мнениями, возможно, были какие-то замечания, предложения. И уже на Реймштайм можно привести план, который плюс-минус будет приемлемым, скажем так, согласованным со всеми лидерами. И мне кажется, что это будет, знаете, более такой важный момент для того, чтобы прийти к общему соглашению. Кстати, вот 17-го числа, если я не ошибаюсь, но плюс-минус 17-го октября должно было состояться заседание министров обороны стран НАТО. И вот есть предпосылки к тому, что заседание Рамштайн приурочит именно вот к этой дате, к 17-му числу. Вот вопрос такой, может ли вот в том же формате, но плюс еще министры обороны стран НАТО состояться, это заседание. Насколько оно, ну вот этот вот пауза в приблизительно 5 дней в неделю может изменить какие-то повестку дня, скажем так? Ну, к сожалению, мы не знаем те инициативы, с которыми хотел приехать Джо Байтен. Потому что одной из таких инициатив может быть сближение Украины с НАТО в том или ином формате. Возможно, приглашение, которое, возможно, к этому приглашению будет привязана дорожная карта, которую, собственно говоря, Украина должна выполнить. Вот тут важный момент появления документа, где бы были взаимные обязательства. Украина проводит определенные реформы, и эти реформы должны иметь, знаете, конечный характер. Возможно, это будет привязано ко времени. И в ответ должны быть гарантии обязательства стран НАТО, Альянса, рассмотреть возможность принятия Украины. И мне кажется, это было бы прорывом. И тот факт, что могут совместить оба заседания, это как раз достаточно интересный момент в том плане, что если это заседание произойдет в таком гибридном формате, то это будет говорить о том, что определенные решения по НАТО будут приняты. И очевидно, что это будет позитив плюс для продвижения к миру, потому что, собственно говоря, про это говорят уже все. И только членство Украины в Альянсе является безусловной гарантией на будущее от российской агрессии. Александр, давайте все-таки вернемся к этим встречам. Они были на наивысшем уровне. Уже можем сделать первые выводы. Но, опять же, во-первых, насколько сейчас было важно продемонстрировать продолжение диалога между Украиной и ее партнерами-союзниками? Какие первые основные выводы тут могут быть сделаны? Какие главные месседжи мы услышали? Тут, мне кажется, очень важно накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, что Европа демонстрирует, что поддержка Украины будет осуществляться независимо от результатов выборов в США. И то, что пакеты помощи, они распланированные будут идти. Собственно говоря, Европа вообще концептуально изменяется. Если мы вспомним решение Еврокомиссии о создании нового комиссариата с вопросов обороны и космоса. По факту это Министерство обороны и космоса Европейского Союза. Это говорит о том, что Европейский Союз идет в том числе к созданию не просто политико-экономического союза, который существует, а и военной составляющей. Причем этой военной составляющей будет заниматься представитель Литвы, который вряд ли будет спустя рукава относиться к этим обязанностям. То есть мы видим, что создается фактически возможности для Европы противостоять России даже без участия Соединенных Штатов. И, собственно говоря, то, что Украина активно ведет переговоры, то, что Украина активно контактирует с европейскими странами, говорит о том, что мы действительно можем стать частью вот этой экологии и безопасности европейского континента. И очень важно. И, кстати, тот момент, что активно обсуждается вопрос развития и поддержки украинского военно-промышленного комплекса, является действительно достаточно важным моментом, потому что, собственно говоря, по этому пути шли в свое время и Израиль, и Южная Корея, которые создали такие ВПК, что страны НАТО с удовольствием покупают их технику. И, например, во время встречи Владимира Зеленского и Олафа Шольца прозвучала интересная история о том, что Германия может финансировать создание ракет большого радиуса действия для производства в Украине. И, собственно говоря, это снимет вот эти все вопросы о разрешении. Если у Украины будут свои ракеты с большим радиусом действия, мы, как Израиль, не должны будем ни у кого спрашивать, куда бить, сколько и так далее. И это может быть тоже таким прорывным моментом. А как вы считаете, почему мы должны спрашивать? Вот многие обозреватели, ваши коллеги склоняются к тому, что, в принципе, вопрос, этот самый многострадальный вопрос о разрешении на дальнобойность во многом надуманный. Ну, тут есть один важный момент. Мы оружие получаем от наших союзников бесплатно. И, соответственно, во многом это и говорит о том, что за это платят граждане тех или иных стран, где, очевидно, есть разные мнения по поводу поддержки Украины. И тот же Дональд Трамп, к сожалению, он сделал частью своей предвыборной кампании пугалки Третьей мировой, и тут ему Путин активно подыгрывает. И, собственно говоря, очевидно, что этот момент должны рассматривать и на него, скажем, принимать во внимание лидеры тех или иных стран. Если Украина будет производить свое оружие или, если, я думаю, будет покупать, то таких ограничений быть вообще не должно. И, собственно говоря, это один из путей для того, чтобы найти возможности не зависеть от политических решений, а, скажем так, действовать только согласно военной логике. А вот Марк Рютт, генсек НАТО в Лондоне, когда Владимир Зеленский встречался с Киром Старменом, премьером британским, сказал, что юридически это возможно. Все зависит, то есть я имею в виду разрешение на дальнобольность, Киев имеет право защищаться, и каждое решение зависит от конкретной страны. Понятное дело, все это упирается в позиции Соединенных Штатов, но там свои нюансы. Но вот Великобритания, по мнению многих, вот склоняется к тому, чтобы дать это добро. Аналена Бербак, глава МИДа в Германии, тоже как бы сторонница такой позиции. Шольц по поводу Таурусов колеблется. А вот как вы считаете, а может быть стоит или, скажем так, не стоит выносить все эти решения в публичную плоскость? Вот, как говорится, чтобы Путин на прилетах узнал из газет. Абсолютно точно. И дело в том, что это политические решения, мы можем рассмотреть на факте, когда в 22-м году была операция российского добровольческого корпуса в Белгородской области, и там увидели бельгийское стрелецкое оружие, был скандал, были какие-то расследования. Когда украинские войска проводили операцию на Курщине, первые дни российская пропаганда буквально апеллировала к Западу. Смотрите, мы там увидели Брэдли, мы там увидели Леопарды. А в ответ Запад представители заинтересованных стран фактически говорят, да, мы знаем, Украина имеет право защищаться. И, собственно говоря, это говорит, во-первых, о том, что Украина, очевидно, заблаговременно получила подобное разрешение. И это говорит о том, что ситуация изменяется и мнение изменяется. И действительно, я думаю, что разрешение бить ракетами оружием с дальним радиусом действия действительно может быть получено неофициально. И, собственно говоря, Россия про это узнает первой в мире. Ну, собственно говоря, хотелось бы, чтобы это было как можно более, знаете, ярко и громко. Да, Александр, ну, кстати, мы еще не обсудили одну встречу. Тоже она достаточно важная, интересная. Напомню, что Владимир Зеленский накануне также посетил Ватикан. И там была встреча с Папой Римским. Франциском, президент Украины, рассказал о работе над реализацией формулы мира, обсудил подготовку конференции по возвращению пленных украинцев. Состоится она в конце октября в Канаде. Зеленский пригласил Папу Римского принять в ней участие. Подчеркнул, что в Киеве рассчитывают на содействие Святого Престола в возвращении домой украинцев, захваченных российскими оккупантами. Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Франциска за молитвы ради мира, гуманитарную помощь, также участие Ватикана в первом саммите мира. Давайте услышим. Нам известно, что в плену у России более 400 женщин. Точно подтверждено через Международный комитет Красного Креста и другие источники, что в плену находится 1700 гражданских. По нашим данным, их количество может быть значительно больше. Также Россия продолжает принудительное переселение наших украинских детей из одних временно оккупированных районов в другие и депортирует их в Россию. Очень трудно потом вообще искать этих детей. Рассчитываем на содействие Святого Престола в возвращении домой всех украинцев, захваченных в российский плен. Владимир Зеленский, президент Украины. Собственно говоря, Александр, почему была важна и эта встреча, и этот визит, и вот этот важный вопрос о возвращении домой украинских детей, украинских гражданских заложников. Мы видим, как Российская Федерация и скрывает списки этих людей, и не дает доступ международных организаций к местам их содержания. Вообще этот процесс, он достаточно сложный. Поможет ли Ватикан в этом плане сдвинуть, ну не с мертвой точки, да, но ускорить этот процесс? Ну, хотелось бы, потому что, как показывает практика, все-таки, казалось бы, стороны, которые не имеют отношения к войне, они могут надавить, потому что, например, часть обменов идет при посредничестве стран Персидского залива. И очевидно, что расширять эту практику и возможности нужно. И очевидно, если Ватикан сможет помочь вернуть в Украину хотя бы несколько человек, уже все усилия стоили того. Более того, мы не должны забывать, что Ватикан имеет влияние на глобальный юг. И, собственно говоря, достаточно часто в последние годы говорили, что даже его влияние смещается со стран Запада на страны глобального юга, в том числе и Африки. Очевидно, что именно если Папа Римский решит помочь Украине в продвижении идеи мира, саммита мира и так далее, то это будет полезная помощь. И очевидно, что престол, он может сделать многое для этого. Но пока что очевидно, что Папа Римский, он не всегда понимает войну в Украине. Он не понимает ее экзистенциальный характер, что фактически речь идет о существовании страны, о существовании народа, и Россия стремится не захватить определенную территорию, а уничтожить Украину и украинцев. И, собственно говоря, тут важно говорить с Ватиканом и убеждать в том, что, собственно говоря, его позиция важна. Поэтому очевидно, что эта встреча является достаточно важной. И хотелось бы, чтобы все-таки Папа Римский прислушался к аргументам Украины и занял более активную позицию в подвижении мира на справедливых условиях. Потому что призывы прекратить все прямо сейчас, даже путем капитуляции, это, собственно говоря, то, что будет агрессора, знаете, как раз принуждать к дальнейшей агрессии. Тем, наверное, важнее то, что происходят такие диалоги тет-а-тет при личном участии. Будем продолжать мы следить за развитием событий. Александр, вам большое спасибо за то, что к нам присоединились. Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований ПЕНТО, напомню, с нами был на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.